Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об опасном вредителе смородины. Это стеклянница. Стеклянница вредит смородине повсеместно и в умеренных, и в более теплых регионах. Это бабочка, которая, когда будучи бабочкой, ведет совершенно невинный образ жизни. Она пьет росу и питается нектаром цветов. Однако же ее личинка является очень опасным вредителем этих ягодников и может привести к полному уничтожению очень продуктивных кустов. Стеклянница начинает летать сразу же после окончания цветения смородины. Это совпадает календарно примерно с концом мая и началом июня. В этот период особи спариваются и начинают откладывать яйца. Яйца они откладывают на веточки смородины, на трещинки, в различные места, на веточках углубления и так далее. Яйца она откладывает по одному и очень редко группами. Поэтому риску подвергаются все полностью ветки от начала до основания. Стеклянница является очень широко распространенной и очень сильно вредит там, где кусты смородины являются старыми, неухоженными. Поэтому для профилактики стеклянницы очень важно своевременно и правильно проводить обрезку. Нижние ветви у смородины необходимо удалять. Удалять их нужно так, чтобы нагруженные урожаем ветви не касались земли. В таком случае будет правильно проведена обрезка. Другим важным правилом обрезки является вырезание старых ветвей до основания без оставления пенька. Кроме того, если побеги толстые, большие, в этом случае пенек необходимо замазать садовым варом, потому что именно на запах вот этого пенька, на запах этого сока и будет слетаться стеклянница. Как я уже сказал, стеклянница начинает свой лед после окончания цветения смородины примерно с конца мая и до середины июня. В этот период ее можно приманить для того, чтобы она не садилась на кусты смородины, а взрослые насекомые откладывали яйца и попадались в наши ловушки. Такие ловушки сделать совсем несложно. Достаточно взять забродившее смородиновое варенье или смородиновое варенье попросту разбавить водой и дождаться, чтобы оно забродило самостоятельно. Открытые банки или емкости любые с вареньем достаточно расставить в кустах смородины, внутри под кустами, чтобы стеклянница, чувствуя запах смородины, попадалась в эту ловушку. Намокнув, бабочка уже не сможет дальше передвигаться и вредить растениям, откладывая яйца. В то же время, конечно, какое-то количество стеклянец, особенно если они распространены в вашем регионе, смогут добраться до кустов смородины и отложить там яйца. В этой связи нужно предотвратить внедрение личинки внутрь стеблей стволов у смородины. Почему это важно? Потому что практически попав внутрь ствола, стеклянницу оттуда, личинку, которая как раз и вредит растениям, достать практически невозможно. Именно поэтому необходимо предотвращать возможность отрождения из яиц личинок и внедрения их внутрь. Потому что если она уже внедрилась внутрь, она начинает внутри питаться, начинает вредить смородине, она погибает, и потом окукливается, перезимовывает, и в мае, начале июня примерно, вылетает из стволов смородины, начинает спариваться, и цикл замыкается и продолжается. Стеклянницу несложно обнаружить внутри самих стволов смородины. Каким образом? После распускания почек, до цветения и во время цветения, отдельные ветви смородины начинают увядать. Это означает, что там поселилась личинка, и она выедает стволик изнутри, и таким образом вызывает увядание листьев. Как только вы обнаружили увядание листьев у вашей смородины, немедленно удалите и сожгите эти ветви. Своевременное удаление ветвей, правильная обрезка, сжигание удаленных ветвей, будь то со стеклянницей или без, без разницы, а также замазывание стволиков могут существенно снизить количество повреждений стеклянницы в будущем. Это очень важные агротехнические приемы, без которых борьба с этим вредителем практически безуспешна. Однако же можно использовать также и различные препараты для обработки растений. Конечно, фосорганические препараты, жесткие, а также перитроидные препараты убьют стеклянницу на стадии и бабочки, и яйца, и личинки. Однако же для применения в личных подсобных хозяйствах в период формирования ягод эти препараты являются не такими уж полезными. Им на смену придут, должны прийти биологические препараты, такие как бетоксибацелин, липидоцит, ведь вспомним, это же бабочка, а ее личинка является гусеницей. Поэтому если на поверхность ветвей будут нанесены эти препараты, бетоксибацелин, а еще лучше липидоцит, то, сделав первый укус, личинка заселит свой кишечник вредными бактериями, таким образом приведет это к ее гибели. А кроме того, весьма-весьма эффективны препараты на основе авермектинов. Это октофит, это фитоверм и другие препараты на этой основе. Комбинация липидоцида с препаратами авермектинового ряда являются очень и очень эффективными. Личинки отрождаются из яиц примерно 7-10 дней в зависимости от температуры. И очень важно уловить этот момент для того, чтобы личинка, будучи обработанной, не внедрилась внутрь ветки смородины. Поэтому и обработки этими препаратами делают с той же периодичностью. Если температура воздуха выше 27 градусов, то обработки надо сделать каждые 7 дней. Если температура ниже 20-25 градусов до 27, то обработки можно делать каждые 9-10 дней, в зависимости от того, как у вас получается. Но чем чаще вы будете делать обработки, тем вероятнее вы избавитесь от стеклянницы. Поэтому, если стеклянница является проблемой на вашем участке в этом случае, необходимо обязательно делать частые обработки. Если же это профилактическая обработка, то достаточно 2-3 обработки каждые 10 дней, с тем, чтобы провести хорошую такую профилактическую борьбу с этим вредителем. Одновременно вы также уничтожите тлю. Если используются арвермектиновые препараты, то заодно и разных клещей, которые любят поселяться, на смородине, не только на смородине, но и на крыжовнике. Таким образом, эти обработки биологическими препаратами будут эффективными от целого комплекса вредителей. Конечно же, при использовании обработок химическими или биологическими препаратами не забывайте об индивидуальных средствах защиты. И обязательно респиратор и очки, если погода более-менее какая-то ветреная. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы, содержите ваши растения здоровыми, получайте богатый и здоровый урожай. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok